всем привет сегодня такая неплохая погода в общем у меня как обычно когда дождя нет катаюсь на велике вот мой велик здесь стоит сейчас я сяду на него и поеду и буду вам рассказывать всякие истории которые со мной иногда приключаются готовы да ну ладно слушайте так красный свет но меня это не волнует потому что я делаю правый поворот правый поворот при любом свете разрешу так это разводной мозг кстати говоря жители петербурга гордятся своими разводными мостами думая что это они изобрели ты петр первый украл у нидерландцев здесь таких мостов тысячи вот так я хотел вам историю рассказать ну слушайте значит когда-то я решил отправиться в кругосветное путешествие на круизном лагере ну купил билет поплыл такой огромный корабль типа титаника 2000 пассажиров одна тысяча персонала ну там всякие официанты ресторанов массажисты крупье казино в общем все красиво и вот беда приключилась откуда ни возьмись налетели пираты ну знаете что такое 20-30 моторных лодок люди с автоматами с веревками с крючками залезли на борт всех положили лицом вниз кто сопротивлялся расстреляли выкинули за борт остальным приказали за забиться в каюты не выходить объявили комендантский час ну и стали в общем наводить порядок сначала выкинули из дорогих кают богачей забрав них все самое ценное себе потом средний класс уплотнили если там где-то были каюты на двоих стали на четверых надо было сводить место ну и потом мы прошлись по всем спрашиваю каждого кто он что все есть деньги там ценности забирали спрашивали такая профессия если там художник очень нужен будет рисовать агитационные плакаты если там какой-то работе телевидение тоже будешь там найдем и для тебя работу будешь сниматься в агитационных клип ну в общем объявили что то о чем так долго мечтали эти люди свершилось сегодня наконец у них начнется другая жизнь богатая демократическая рабству конец сейчас они вот эти пираты проведут на днях выборы референдум и люди заживут по-новому ну если конечно выберут эту власть там кто-то кричал да вы негодяи бандиты вон отсюда но их конечно быстро отправили в специальное место где переубедили на следующий день они кстати выступали что их подкупили какие-то враги там америкаши так на самом деле конечно же все хорошо ну в общем молодых женщин тоже этот в специальное место их передвинули сказали вам работать не надо будет другим сказали ну теперь вы будете нормально жить мы вам сейчас привезем швейные машинки тойота бы уж не но неплохо работает материал джинсовый и будете вышить джинсы и будьте за это получать ну 300 долларов в месяц восьмичасовой рабочий день и так далее потом они набрали из числа вот этих пассажиров а также персонала крепких таких людей и предложили им работу полиции потому что эти 20-30 пиратов они же не могут справиться с тысячами человек поэтому нужны были помощники ну многие согласились человек там 200-300 откликнулась на это заманчивое предложение поскольку они платили полицейским по тысячу долларов в месяц и те кто раньше получал 300-400 почему бы не поменять работу они даже звонили родственникам и говорили ой как хорошо не было бы счастья да несчастье помогло я так устроился сейчас ли даже деньги буду посылать тебе он говорил как своей жене по телефону полицейский ну многие в это время значит вокруг этого корабля там же капитан успел нажать сос кнопку подплыли какие-то иностранные судно оттуда кричат и пираты освободите заложников ну пираты им отвечают что они никакие не пираты а законно избранная власть и просит не вмешиваться в их внутренние дела а если те будет близко подплывать то они подорвут корабль поскольку он заминирован ну естественно эти все заграничные суда остановились они жалеют людей вот ну и там были проведены выборы 99 с половиной процентов проголосовала за новую власть там были был избран президент там парламент омбудсмен там по правам человека в общем судьи верховного суда конституционно приняли конституцию но очень прекрасная конституция была текст был ну просто изумительный все хлопали в ладоши конечно были люди кто не хлопал но их тоже потом в эту пыточную завели на следующий день тоже признали что их подкупили печеньками там госдепартамент сша и они хотели взорвать здесь в общем террористы признались сволочи но их в общем не стали сильно наказывать потому что это очень гуманная власть и вот так люди работали им честно платили по 300 долларов в месяц по тысячу честно платили полиции она их особо не била ну только если отказывались кто-то там шить но в основном никто не отказывался решили вот но мне удалось сбежать я выпрыгнул и уплыл что интересно я как-то встретил потом через год человека который был на этом корабле и говорю о какими судьбами чем же там кончилось могут ничем меня отпустили в увольнении а просто в отпуске я там очень неплохо себя чувствую все до сих пор там мы живем работаем все нормально поддерживаем власть я говорю боже мой как то можно вы же заложники там же никаких свободнее там уговорит такая свободы никогда и не было чем зачем мне свободу хожу на работу шли джинсы получаю деньги жена варит борщ в общем живем вот такая история интересная что скажете вы скажете что я на что-то намекают что ли что мол причем здесь пираты да это же захват как бы иностранцев но дело в том что это же можно как сказать представить себе такую же историю только захватили пираты не снаружи а прямо среди персонала допустим официанты или кто-то моторист и не знаю то есть те люди которые были работники да или даже пассажиры этого корабля там 20-30 человек с оружием взяли и сделали то же самое то есть захватили провели выборы объявили результаты живут поживают почему нет есть конституция прекрасная конституция причем не позволяющая скажем избираться больше чем два срока до если два срока прошло можно что сделать и немножко изменить конституцию и в таком случае снова два срока поскольку это обнуляется тот президент который был раньше связи с заменой конституции на аналогичную вот потом через эти два можно еще раз так делать и в принципе все хорошо ну не знаю я людей спрашивал вам это нравится большинство поддерживает еще бы они не поддерживая горит как вы от страха это дрожите вас же за борт выкинут да нет что-то говорит ну вот я не знаю как бы цвет что вы думаете об этом вот ну а куда я еду я просто катаюсь я никуда не кстати бензин подешевел ведь 18 а был 2 и 4 по моему ну то есть 2 евро 40 центов за литр а сейчас 1 евро 80 центов не знаю связи с чем так но я выехал на такую открытую местность в общем здесь сильный ветер так что я думаю здесь будет шум микрофон в общем всем пока